Дмитрий, Алия, здравствуйте. Меня зовут Самат Асанов. Я адвокат из диктатуры закона. Пройдемте в офис. Спасибо, что согласились вести дело. Я буду выступать от имени папы. Я ознакомился с ним. Оно не из легких, скажу вам честно. Мы понимаем. Знаете, сколько юристов нам отказало? Если честно, я не верю, что у нас есть хоть какие-то шансы. У этого чертова Поморьева даже в прокуратуре все схватит. Но шансы все-таки есть. Мы будем добиваться возобновления уголовного дела. А оснований для этого достаточно. А что вы имели в виду, когда сказали, что у него в прокуратуре все схвачено? Адвокаты, которых мы нанимали, собрали наше дело и направили его в прокуратуру. На тот момент следствие было уже прекращено. Алло, Иван Васильевич, делай у меня. Все хорошо, понял. Пойди покури. В общем, это дело я вести буду. Я обо всем позаботился. Хорошо. Кто еще знает? Есть там еще один человек, обозначил свою долю. Больше, чем обычно? Почти два раза. Реши вопрос. Знаешь, сколько желаешь оказаться на твоем месте? Не забывай, кому ты обязан. Понял. Дело будет закрыто. Рад, что мы поняли друг друга. Остальное получишь, когда дело будет закрыто. И не тяни. Хорошо. Не сходи. Дело так и закрыли. А Иван Поморев был освобожден от ответственности. Он всегда решал дела таким способом. Поподробнее, пожалуйста. Когда я закончил проект жилищного комплекса, следующим важным этапом было собрать все необходимые документы. Провести анализ почвы и защитить все в назорных органах. Я не могу дать разрешение на строительство. Нам не хватает только вашей подписи. Мы в шаге от начала строительства. Я понимаю, но и вы меня поймите. Без нужных справок я не дам согласия. Это подсудное дело. Я думаю, всегда можно договориться. Вопрос лишь в цене. Так и началось строительство Ушкуата. На этом ваша работа закончилась? Нет. Как только начались строительные работы, я взял на себя авторский надзор. К тому же за мной были закреплены еще услуги инжиниринга. Многовато работы. Да, мы вкладывались по максимуму, чтобы сократить дополнительные расходы. Ведь мы думали, что это наша общая компания. А в какую сумму вы оцениваете свой вклад в строительство ЖК Ушкуат? Минимум 90 миллионов тенге. Это с учетом всех расходов на стадии разработки и самого строительного процесса. Я понимаю, что вы, Дмитрий, что ваш отец, Алия, они понесли огромные убытки. То, что сделал Поморьев, это чистая вода мошенничества. Не переживайте, мы добьемся возобновления уголовного дела. Как только будут новости, я обязательно вам сообщу. Ура! Папа пришел! Привет! Как дела? Где наша мама? Неужели моя любимая жена меня не встретит? Подожди, Дим, смотри. Разве это не тот следователь, который ваше дело закрыл? Да. Это он. Я сейчас позвоню. Подозреваемый во дворем в следственный изолятор. Начато досудебное расследование по статье 367 УК РК Уголовного кодекса... Алло, Самат, здравствуйте. А вы уже посмотрели новости? Здравствуйте, Дмитрий. Я не верю. Его задержали? Да, он получит минимум 5 лет. Вскрылись и другие случаи этого следака, так что он получит по заслугам. Отлично. Я уже подал ходатайцев в прокуратуру для возобновления расследования. Так что, как я уже говорил, ждите новостей и надейтесь на лучшее. Я обо всем позабочусь. Спасибо, Самат. Что значит возобновили дело? Я же сказал тебе сделать все, чтобы не допустить этого. Неужели в прокуратуре нет людей с аппетитами? Неужели все готовы работать и жить только на зарплату одну? Найди мне людей, которые могут решить вопрос. Иначе я тебе замену найду. Понял? Понял, шеф. Так, и не доводи дело до суда, потому что там сложнее будет решать вопросы. Их адвокат добился проведения судебной экспертизы? Скорее всего, с понедельника начнутся проверки. Даю тебе одну неделю. И не подведи меня. Не подведи. Не подведи. Как переживаешь? Надеюсь, в этот раз он не выйдет сухим из воды. В этот раз нам точно повезло с адвокатом. Он так настойчиво добивается своего. Одну экспертизу возвратили. Так он в повторную проверку ходатайствует. Единственный, кто довел дело до суда. Ой, хазом. Адвокат-то хороший. Но у нас система судебная вся погрязла в грязи. Не первый год живу на земле. Занимаюсь я в правилевом суде. Вечно вы так, папа. А я верю. Встать. Суд идет. Здравствуйте. Прошу, зайдите. Заседание суда является открытым. Слушается дело по обвинению Поморева Ивана Васильевича в совершении уголовного преступления. Предусмотрено статьей 190, частью 4. На самом деле, я хочу верить в справедливый суд, чтобы за совершенное преступление следовало наказание. Хочу, чтобы Ивана признали виновным. Идеально выстроенная линия защиты, неопровержимые доказательства и всегда показатель выигрышного дела. Но я продолжаю верить в справедливость и бороться до конца. Слушание откладывается. А времени следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно. Слушание объявляется закрытым. Ты слышал все своими ушами? У них неопровержимые доказательства. Акты мошенничества налицо. Мы же с вами договорились. Я заплатил немалые деньги. Вы мне обещали? Я ничего тебе не обещал. К тому же, обстоятельства изменились. Что изменилось? Судья готов лечь тебя к ответственности. Надо больше. Куда больше. Вы сказали, 300 миллионов закроет вопрос раз и навсегда. С моей стороны, да. Но судья с тобой не согласен. Таких подонков, как по морю, сажать нужно. Но он пытался загладить свою вину. Такую вину сложно загладить. Что ты хочешь, чтобы я за 200 миллионов репутацию свою попортил? То вопрос уже справедливости. 600 миллионов этим двоим должен. А сколько их он еще кинул? Сколько нужно, чтобы решить этот вопрос? Да. Здравствуйте, ваш честь. Вот. Мы как раз тебя ждали. С чем, пожалуй. Тут 500, мы же нет. Но, видимо, у всех разные представления о справедливости. Продолжение следует...